Всем привет! Сегодня у нас супер классное видео, к которому я готовилась не один день, не одну неделю и даже не один месяц в случае некоторых средств. Я очень горжусь тем, что мне удалось найти качественные, при этом доступные средства для ухода за собой и также декоративную косметику. Вам эта информация точно пригодится, поэтому обязательно оставайтесь со мной. Поехали! Буквально недавно, то ли на нервной почве, то ли из-за многочисленных поездок и перемены климата, меня обсыпало так, что я просто не узнавала себя в зеркале. И когда это все начало проходить, оставались красные пятна. Я рисковая женщина, вы знаете, я люблю пробовать всякое разное из ухода. И где-то с августа на польскоязычном YouTube все блогеры заговорили о косметике от Revolution. Вы не ослышались, это тот же бренд Makeup Revolution, который теперь выпускает еще и уходовую косметику. Я посмотрела на эти баночки и думаю, была не была. И я начала пользоваться вот этой сывороткой с 5% молочной кислоты и с гиалуроновой кислотой. Почему я не взяла то, что у меня было, то, что я хвалила и до сих пор считаю рабочим? Дело в том, что мне нравится пробовать разное. Это раз. А во-вторых, молочная кислота считается самой мягкой, самой универсальной и подходящим даже тем, у кого чувствительная кожа, у кого она пересохшая. Потому что в маленьких концентрациях она способствует еще и увлажнению нашей кожи. Плюс гиалуронка она никогда никому не мешала. Вообще, что касается уходовой линейки Revolution, тут нет одного единого правила, которое можно применить ко всем средствам. Глядя на составы, можно сказать, что кое-что достойно вашего внимания, а что-то я советую все-таки обходить стороной. Лучше не надо. Но вот эта сыворотка работает с первого раза. Я была в шоке. Я, честно скажу, что я боялась этим пользоваться, потому что все только успокоилось. Ну, думаю, кто как не я. Я тут подопытный кролик на себя и намажу. И после первого использования на ночь у меня практически сразу выровнялся оттенок кожи. Воспаления, которые еще были, начали проходить. И при этом у меня не была еще более пересохшая кожа, что иногда случается с гликолиевой кислотой. Я сделала даже больше. Я начала пользоваться этой сывороткой каждый день и раздражения от нее не было. Я просто наносила ее поверх тоника перед обычным увлажняющим кремом. Все. И я не знаю, я могу только посоветовать вам это средство, потому что оно универсальное, оно не пересушивает кожу. И по составу у меня нет претензий. Где же это счастье купить, спросите вы. Этот вопрос появляется очень часто, когда я показываю что-то из польских новинок, что-то вообще из польской косметики. Говорю, что что-то можно приобрести по более доступным ценам. И в комментарии к прошлому видео о бюджетных находках я писала, что есть такой интернет-магазин. Называется LadyMakeup.com.ua. И вот они отправляют и в Европу, и в Украину. У них, в принципе, очень-очень обширный ассортимент всех продуктов. Что касается и корейской косметики, и Makeup Revolution, у них и декоративка там. Я как нырнула, я долго что-то выбирала. Сегодня я показываю, в принципе, то, что у меня есть. Часть я реально сама заказала там. У них вообще без проблем все очень быстро доставляют. Есть такой момент. Если вы заказываете в Украину, то помните, что сейчас лимит на стоимость посылки составляет 100 евро. Не 150, так как было раньше. Поэтому, когда вы забрасываете какие-то продукты, какие-то средства в корзину, вы всегда можете переключить валюту на евро и посмотреть, сколько это будет. И рассчитаться вы сможете в такой валюте, как вам удобно. Так вот, эта сыворотка также доступна на LadyMakeup.com.ua. Я оставлю вам ссылку внизу. У них вообще, в принципе, настолько быстро появляются новинки. Вот, к примеру, Evaline только прислали мне свои камуфляжи для лица. Они у них уже есть. И вот не поленитесь, загляните на LadyMakeup.com.ua. Вы однозначно останетесь мне благодарны за то, что я познакомила вас с этим замечательным интернет-магазином. У них такое разнообразие, такое изобилие и уходовой косметики, и декоративной. При этом, даже ваше любимое средство вы найдете по более доступным ценам и не особо потратитесь. Вот, гляньте, я уверена, что вы будете удивлены. И Belinda бренд у них доступен, и азиатской косметики столько. Обязательно сама к ним вернусь. Еще ко мне в декабре приедет мама, и я сейчас уже начала собирать то, что я хотела бы ей подарить. Я заказала ей сыворотку тоже от Revolution с двумя процентами ретиноидов. А беременные, кормящие и даже те, кто планирует беременность, вообще забудьте о всех уходовых средствах с ретинолом. Я вас прошу, всегда помните об этом. Я заказала своей маме именно такой уход. Почему? Потому что она знакома с ретинолом. Я знаю, что у нее довольно плотная кожа, она нереактивная. И здесь в составе также есть кокосовое масло, другие натуральные масла. Но если вы знаете, что кокосовое масло забивает ваши поры, то, пожалуйста, будьте также осторожны. Моя мама не страдает этим. Она никогда не жалуется. Я знаю, что ей нужно и питание, и антивозрастной эффект. Поэтому для нее я выбрала вот эту сыворотку. Я скажу честно, что я не смогла устоять. И один раз я ее воспользовалась. У меня не было ни шелушения, ни каких-то покраснений на лице. Моя кожа нормально отреагировала. Я даже попыталась сочетать их вместе. То есть один день использовала эту сыворотку, один день вот это масло. Оно легкое, оно приятное в использовании. Конечно же, можно прицепиться и к стеклу, что оно не темное, что здесь пипетка и еще много-много «но». Но я скажу так, что это средство мягкого действия. И оно действительно очень хорошо влияет на кожу. Могу сказать, что ничего плохого с моей кожей не произошло. Я дам маме. Я надеюсь, что оно ей подойдет и понравится. Практически в этом уверена. Если вы не впервые на моем канале, то вы точно слышали о сыворотках от It's Skin. Это недорогой корейский бренд. Он также есть на ladymakeup.com.ua. И мне очень нравится в желтом флакончике с витамином С. Она проделывает фантастическую работу с кожей, потому что она мягко выравнивает оттенок кожи, рельеф. Вообще освежает, осветляет ее. Ну, вы все знаете, что делает витамин С. Также голубая для увлажнения. И я много-много раз слышала столько всего хорошего о вот этом питательном креме из линейки Collagen. И потом, когда мы поехали на съемку, визажист под глаза нанесла мне этот крем. И я поняла, что он мне срочно нужен. И вы также должны о нем знать. Потому что, во-первых, здесь очень большой объем. 25 мл. На секундочку. В стандартном креме 15 мл. И как-то я вам рассказывала о креме от марки Lancome. У него легкая текстура, но он очень хорошо даже не просто увлажняет. Он как бы питает область под глазами. И я даже склоняюсь к тому, что этот крем работает лучше. Его здесь больше. Он стоит дешевле. Опять же, куда еще лучше. Текстура у него такая как бы гелевая. И я не ожидала, что это может настолько хорошо восстанавливать кожу. Подготавливать ее к нанесению макияжа. У меня от него не жгут глаза. Очень часто бывают какие-то кремы, которые наносишь, вроде все нормально. А потом они вызывают какое-то легкое жжение, какой-то дискомфорт в глазах. Здесь такой ситуации нет. Нужно чуть-чуть. Я вот сейчас нанесла на 4 глаза. На самом деле. Потратила. Для того, чтобы еще раз прочувствовать все на своей руке. Ну, в общем, такая транжира. У него есть довольно ощутимая душка. Но мне это как-то особо не мешает. Она еще и куда-то улетучивается спустя 1 минуту, скажем, после нанесения. Так что вы ее вообще не ощущаете. Если вы разделите стоимость этого крема на миллилитры, то вы поймете, что купить этот крем, это как купить сразу 2. Вот. И можно также наносить на какие-то проблемные зоны, которые вы хотели бы дополнительно увлажнить. На носогубку. Также можно, например, на кутикулу. Если вы куда-то торопитесь, если вы хотите средства 2 в 1. И просто если вы ищите хороший питательный крем под глаза с легкой текстурой, теперь вы знаете, как он выглядит. Давайте немножко поговорим о том, чем я сегодня накрашена. Если у вас жирная кожа, вы скорее всего думаете, что мне не хватает матирующей пудры. А мне, обладательницы нормальной, склонной к сухости кожи, для того, чтобы добиться вот такого свечения, мне еще нужно довольно сильно поупражняться и найти нужные средства. И первое, что я нанесла на лицо, это интересная штука от Catrice. Называется она Tensational. Это как бы 10 в 1. И праймер, и увлажнение, и антивозрастное действие, и натуральное сияние, и SPF 15, и еще много всего. Я скажу так. Это как младший брат средства от Charlotte Tilbury. Знаменитый Flawless Filter. Но вот это более сияющий финиш, наверное, не для каждой кожи. Я наношу его даже на все лицо, мне нравится. А вот этот, более универсальный от Catrice, это такой тонированный праймер, который дает свечение изнутри. Такая благородная, дорогая кожа. Очень ухоженная, сглаженная. Я не знаю, как он это делает, но он и скрывает поры, и подсвечивает кожу, и он много всего делает, и он дает дополнительное увлажнение. И это очень красиво выглядит на коже, даже без косметики. То есть у него не жемчужный цвет, как в базе от Tom Ford, в аналоге от Golden Rose. Это бежевый цвет, и это более такое явное сияние, нежели в праймере от Kiko. Он у меня тоже есть, я его очень сильно люблю. Но здесь больше увлажнения. И вот они много всего написали, и вы знаете, со многим я согласна. Когда я наношу этот праймер поверх тональную основу, мне более комфортно. И даже если это матовый тон, то он выглядит более таким светящимся, более красивым, с таким вот лоском. Вот макияж такой, как отполированный с этим праймером. Замечательная вещь, я купила просто так. Знаете, новинка, возьмем, попробуем, потому что в тестере выглядит неплохо. Я не ожидала, что он так замечательно проявит себя на коже. Ну, очень порадовали меня Катрис. Умнички! Если помните, то Масхевах на осень и зиму я так нахваливала, ну так нахваливала тон от Make Up For Ever. Я не отказываюсь от своих слов. Это очень хороший тон с уходовыми свойствами. То есть, это и увлажнение, и выравнивание оттенка. При этом он дает легкое покрытие. Я думала, что ничего подобного у меня нет. И, в принципе, как бы в других брендах я не встречала. Но, как же сильно я удивилась, когда в своей посылке от бренда Hean, которая у меня была, господи, еще с лета, я нашла тон под названием Praline. И единственный момент, который меня смутил, ну буквально сразу, да, это не типичный для тональных средств аромат. Он пахнет конфетами. Сладенькими конфетами. Шоколадными, скорее всего. И оттенок, который на мне, это 902. Летом он мне был светловат. А вот этот, прям сильно светлый, в номере 900 ванила. Этот тон очень хорошо подойдет тем, у кого сухая кожа, возрастная. Кому нравится увлажнение, кто любит такие даже слегка липкие тональные кремы. То есть, я сейчас припудрилась такой сияющей пудрой, не матирующей. И лицо до сих пор липкое. Мне такое в кайф. Потому что я чувствую, что моя кожа, как бы, знаете, дополнительно увлажнена. Что это и уход, и декоративка два в одном. Я советую наносить этот тон тоненьким слоем и не добиваться от него плотности. Потому что чем больше вы будете наслаивать его, тем больше он будет проваливаться в морщинки, в какие-то складочки на вашем лице. Этот тон создан, как мне кажется, для такого естественного покрытия. Если у вас возрастная кожа, сухая, то очень советую попробовать. Для меня эти средства максимально похожи друг на друга. Я бы их отличила только по аромату. Я думаю, что вы уже узнаете это средство. Это мой любимый и бронзир, и скульптор от Make Up Forever в оттенке S112. В прошлом видео я вам рассказывала о палетках от Хеан. Да, Хеан тоже есть на ladymakeup.com.ua. И сегодня на мне также помада этого бренда. Я очень люблю польские марки и Everline, и Хеан. И многие-многие другие. Тоже уходовая косметика у них классная. И стоит это все недорого. Хеан тоже считается профессиональной косметикой. И у меня оттенок регги на губах. Я видела его точно там в продаже. Часто моя любимая матовая помада, она всегда собирает очень много комплиментов. Так вот, вы можете приобрести или палетку для контурирования от Хеан, или же можете купить что-то еще дешевле от бренда Essence. Если я не ошибаюсь, то это лимитка. Если она распродана, то вы знаете, что в Хеан вы можете найти что-то похожее. Но я в шоке, честно. Это палетка в оттенке 10. И здесь не просто идентичный оттенок. Здесь такая же мягкая текстура. Мне кажется, что это что-то как запеченное. Он максимально мягкий. Вот если прикасаться к одному и ко второму, то может Make Up For Ever на грамм. Более такой шелковистый. Но оба они кремовые. Оба хорошо наносятся как на припудренную тональную основу, так и просто на тон без пудры. А кстати, в видео вы можете посмотреть без пудры, как это все наносится. Это не пятнит для очень светлой кожи. Это замечательный скульптор. То есть вы не будете перекраивать лицо. Вы просто создадите красивую скульптуру для того, чтобы не выглядеть как один плоский блин. Мне такое нравится. С такими средствами лицо выглядит более живым, настоящим, таким рельефным. И что касается вот этой пудры, то пудрами я не пользуюсь. Особенно вот такими оттеночными. Но вы всегда можете воспользоваться этой пудрой как базовыми бежевыми тенями. Потому что здесь такой приятный, не желтый и не розовый оттенок. Наносите для того, чтобы закрепить базу. И все у вас замечательно. Вот этим прорисовываете складку века. Я нанесла сегодня и в качестве скульптора это средство, и в складку века. А дальше еще тени, которые, как оказалось, на глазах выглядят как Мак Хукс. Это мои любимые тени Мак. Одни из, потому что я люблю и Мальт, и Хукс. Сейчас покажу. Это самые древние и самые любимые побитые жизнью тени Мак в моей коллекции. Я ими пользуюсь на протяжении долгого времени. И нигде не могла встретить похожий хотя бы на этот оттенок. Потому что он и лиловый, и в складку века он очень хорошо подходит. И с каждым макияжем он дружит, скажем так. Вот когда мне чего-то не хватает в макияже глаз, я набираю немножко этого оттенка, добавляю и все. Конфетка. Я как-то взяла вот эту палетку теней от Хаан. Это более холодная гамма. У них есть несколько разных. И я видела все тестеры. Они очень красивые. Я куплю еще одну, покажу вам. Значит, я взяла вот этот средний оттенок. Начала затемнять рисунок века. И понимаю, что стоп. Это что-то очень сильно напоминает. И второй глаз я накрасила вот этими тенями от Мак. В принципе, какой-то особой разницы не было заметно. Только я знала, что тени на веках разные. Возможно, вот этот чуточку более лиловый. Но это настолько минимальная разница, что если вы хотите купить одни тени Мак, то лучше взять сразу вот эту палетку, которая вам обойдется дешевле. Которая имеет замечательную пигментацию и качество. Ну, смотрите сами. Я просто по разу прикоснулась. И я хочу вам сказать, что на глаза они точно так же хорошо передаются. У них очень приятная текстура. Я даже не знаю, с чем это можно сравнить. Они мягчайшие. Конечно, если вы будете много набирать на кисточку и сразу это переносить на глаз, они начнут сыпаться. Поэтому наносим на кисть, стряхиваем и потом только на веко. Раз у нас такая гулянка с тенями, я покажу вам аналог палетки Naked. Naked Heat. Мы с вами уже разговаривали о вот этой малютке. Я показывала вам польский бренд Lovely. Он также есть на ladymakeup.com.ua. У них, кстати, очень хорошие хайлайтеры и помады для губ. Также бронзеры у них замечательные. Девчонки хвалят. Теперь я тоже смогу покупать что-то и советовать вам рассказывать, где вы можете это приобрести. Я посмотрю, есть ли это палетка Bon Bon или как-то так она называется. Тоже вам оставлю ссылочку. Там еще лучше пигментация. Очень классная подборка оттенков. Так вот, я хотела бы сказать о большой палетке Heat, которой у меня нет. У меня есть Cherry. У меня была первая, третья палетка Naked. Поэтому я могу сказать, что я знаю, о чем я говорю. Если вы хотите палетку теплых теней, причем, чтобы были оттенки посветлее, потемнее, чтобы были и базовые какие-то цвета, вам нравится теплая гамма, я вам советую присмотреться к вот этой палетке от Evelyn. Evelyn, Evelyn, в Польше говорят Evelyn. Я делала на нее обзор. Я показывала, какой макияж можно выполнить при помощи этих теней. Вообще, я хочу вам сказать, что Evelyn это тот бренд, который сделал большой прорыв. И вот две мои любимые марки, это Han и Evelyn. Что касается декоративной косметики, из такого очень доступного ценового сегмента. И здесь немножко другая текстура теней все-таки. Но, что касается подборки, я думаю, что равных и по качеству, и по пигментации. И чтобы это все было еще и похоже на Naked, вы не найдете. Мне даже кажется, что она более удачная, чем Naked Heat. Потому что эти тени не так сильно осыпаются, но и стоят раз 8 дешевле. Мне кажется, что этих аргументов достаточно. Я прошу прощения для близкой съемки. Я эти кисти помою. Просто я так часто ими пользуюсь, что я такая, так, нужно снять сегодня. Потом, подождите, у меня не помытые кисточки. Но, надеюсь, что вы мне это простите. Посмотрите, насколько это похоже. Просто мне сказать, что это идентично. И, на секундочку, этой кисточке от The Eva 4 года, даже, наверное, больше, лет 5. Еще Игната не было. Я помню, как Захар погрыз мне одну кисточку The Eva. А вот это от бренда Jessup, Jessup. Это очень классные кисточки. Они недорогие. И этой кисточке года 2 или 3 по мягкости, по ворсу. Они такие же по плотности, такие же, по-моему, даже вот это чуть мягче. Может, это уже жизнь потрепала, и она стала более жесткой. Но она не жесткая. Она приятная. Просто вот сейчас как-то так это еще и мягче. Jessup показывается, что это реально брендовые кисточки. Многие из вас купили их по моей рекомендации. Есть наборы для глаз. Есть наборы для лица. Я всеми ими пользуюсь. Они очень крутые. Я не так часто их показываю в видео, потому что часть из них лежит в моей дорожной косметичке. И когда я собираюсь, я просто что-то добрасываю, там, типа, подходящий по оттенку тон или что-то, что мне нужно конкретно для какого-то события или что-то там. А такие просто дорожные варианты всегда со мной. И я уверена в том, что они никогда меня не подведут. Кисточки для лица очень удачные. И там много моделей, которые похожи на The Eva. Кстати, эти кисти легкие. То есть, если вы будете носить их с собой, то для вас это дополнительный плюс. Очень хорошая там кисть для пудры. Для глаз чуточку жестче, чем некоторые, которые есть в моей коллекции, скажу вам честно. Но они также хорошо наносят тени. Я вот принесла несколько из них, которыми я сегодня выполняла макияж. Вот этими тремя. И у нас с ними все прекрасно получилось. Еще хочется познакомить вас, опять же, с польским брендом, который называется Hulu. У меня есть всего одна кисточка. Она супер приятная, супер мягкая. Она нежно наносит тени. Очень хорошо их растушевывает. Делает такую красивую плавную дымку. И это у меня номерок P88. Такая базовая кисточка. Если вам нужны какие-то единичные экземпляры, то советую обратить внимание. Еще я знаю, что девчонки очень хвалят их кисточки из искусственного ворса для лица, для тона. На Lady Makeup.com.ua можете, конечно же, глянуть. Боже, сколько у меня сегодня. Я давно не снимала такой ролик. И хочется как можно больше вам показать и рассказать. Я очень-очень много раз в своих видео хвалила сияющую пудру, которая практически не дает никакого оттенка. Она фиксирует макияж, она придает коже свечение, она не перегружает наше лицо. Особенно, если у вас уже средняя плотность покрытия и тем более плотный тон. Если у вас возрастная кожа, тусклая, сухая. Ну, короче говоря, если вам не нужна просто матирующая пудра, вы хотите именно свечение. И метеориты не совсем вас устраивают. Вы хотите что-то более нежное, более элегантное. И чтобы это было еще легче, чем Hourglass, например. Есть такая пудра у Estee Lauder. Это очень дорого. Я в курсе дела. И есть еще один небольшой моментик. Потому что здесь вот основная пудра. Она есть в разных цветах. У меня она во втором оттенке. Который, как мне кажется, подойдет вообще каждому типу внешности. Потому что эта пудра не дает дополнительного покрытия, дополнительного цвета. Но здесь есть хайлайтер. Мне он нравится. Он деликатный. Но это нравится не всем. И не очень удобно набирать. То есть я чаще всего вот так смешиваю. Прохожусь по всему лицу. Потому что я люблю вот такое свечение. Мне нравится. Потому что для моей кожи это ненормальное состояние. То есть обычно она просто кожа. Чтобы она сияла, нужно, я же говорю, еще постараться. Так вот, я хочу вам сказать, что у бренда Golden Rose. Это вообще марка, которую я очень люблю. Это не польский бренд. Я долго думала, что это польская марка. Но у них очень хорошее средство для губ. Там есть виниловая линейка. Есть вельветовая, матовая тоже. Вот обратите внимание, если вы ищите недорогую, но красивую, качественную помаду. Которая будет и хорошо держаться. Или ухаживать за губами. Если это виниловая линейка лаковых таких блесков. По-моему, у меня второй оттенок, который я очень люблю. Но я сто раз вам о нем рассказывала. На Lady Makeup.com.ua они тоже есть. И вот у Golden Rose сейчас вышла линейка под названием Nude. Там есть и румяна, и тени. Очень хорошие блески мне понравились. Но я хотела купить пудру. И она везде была распродана. Я успела забросить ее в корзину. И вот хорошо, что у них есть там хороший сток. Так что если вам нужно что-то такое, то поторопитесь, пока они еще есть. То есть очень редко, когда можно ее где-то, в принципе, застать. Она, к сожалению, продается только в одном оттенке. Это запеченная пудра. Которая просто в таком красивом бежевом оттенке. И на лице она опять же не дает какого-то конкретного цвета. У меня сейчас нет здесь чистой кисточки. Только от хайлайтера. Ну ладно, пусть будет. И вот она зашлифовывает макияж. Это вуальная пудра, которая ставит точку над «и». Которая фиксирует макияж. И я не могу сказать, что она матирует. Но при этом, при всем, она создает на лице, как знаете, как инстафильтр. То есть она выравнивает структуру кожи. Ее также можно наносить на выступающие участки лица. Если, например, в Т-зоне вы наоборот хотите добиться матового эффекта. А только на периферии свечения можете использовать так. Или же, когда вы нанесли фиксирующую пудру, прозрачную, матовую, какую хотите. То берете вот эту и еще раз поверх проходитесь. Для того, чтобы дотушевать все границы. Вот я люблю просто взять ее и вот так вот нанести. Слушайте, по эффекту это такое же люксовое свечение. Такой же люксовый финиш. На лице, как у бренда Estee Lauder. Я, еще раз скажу, что я в шоке. Вот научились производители даже недорогой косметики создавать настолько красивое, настолько вкусное, даже можно сказать, выглядящее средство на лице, что я готова только аплодировать. Не зря вот эта пудра постоянно везде распродана. Я понимаю, за что ее любят. Даже если у вас неровный рельеф кожи, но вы хотите какой-то мега нежный хайлайтер, чтобы кожа не была такой глухоматовой. Вот тогда возьмите такую сияющую пудру и нанесите ее вместо хайлайтера. Она не так будет подчеркивать все неровности на лице. Обожаю, обожаю. Мне кажется, что это видео, в принципе, сегодня никогда не закончится. Но мне нужно рассказать об этом, пока все это еще продается. Потому что, возможно, это также лимитка от бренда Catrice. У них вышло две палетки с сияющими пудрами, скажем так. Потому что у меня здесь бронзер среднего оттенка хайлайтер и более светлый. Но также есть что-то, что больше похоже на румяна. Там также есть хайлайтер и один такой персиковый. А все стояло у стенда, не могла выбрать. В конечном итоге купила вот эту и ни разу не пожалела. По текстуре эти хайлайтеры очень похожи на Mary Lou. И я больше всего люблю брать какую-то пушистую кисточку и вшлифовывать их в кожу. Тогда это более равномерное свечение. И по эффекту, который я получаю, это в принципе то же самое, что и хайлайтеры от бренда Nars. На моей коже они выглядят точно так же. А если прикасаться, то Nars, конечно же, мягче. Но главное то, что мы получаем в конце. И тем более за такую небольшую цену вы получаете три оттенка. У меня сегодня вот этот для такого бронзового свечения. Я, может, немножко переборщила? Ну ладно, захотелось мне сиять по максимуму. И вот этот в качестве хайлайтера. Ну я практически на все лицо нанесла все самое сияющее, самое увлажняющее. Для тела. Для тела у меня есть одна находка. Причем, знаете, это как воспоминание из прошлого. Потому что я покупала этот скраб, когда я была в положении. И это такой шикарный скраб для тела на основе соли. У них у этого бренда также есть на основе сахара. Но вот этот у меня был, и мне захотелось его обновить спустя столько лет. Потому что, во-первых, он очень хорошо шлифует кожу. Во-вторых, здесь в составе очень много масел, натуральных масел. После использования этого скраба у вас будет уже напитанная кожа. И у меня есть скраб с таким очень сладким шоколадным ароматом. Мне захотелось чего-то для пробуждения, чего-то более такого тонизирующего, что ли. И чтобы это была даже как бы ароматерапия. Два в одном или три в одном. Потому что это и уход, и скрабирование, и еще приятная отдушка. Пахнет это все как бы эвкалиптом, скорее всего. Если вы откроете, это такой классный аромат, который у меня ассоциируется с сауной, с чем-то для ингаляции. И мне кажется, что я еще дополнительно вентилирую свои легкие, когда скрабирую тело. Но я вам просто гарантирую, что вы останетесь в полном восторге, если вы попробуете. И еще и посмотрите, какой здесь объем. Стоит это все 10 долларов, а получаем 600 грамм скраба. Хватает на очень долго, поэтому от души вам советую. Я долго использовала одну банку, вот обновила. Теперь можно скрабироваться до посинения. Честно говоря, это еще не все, что я планировала сегодня показать. Но мне кажется, что для одного выпуска более чем достаточно. Если вам понравилось видео, то не забывайте поставить пальчик вверх, если оно было для вас полезным. Я практически готова ручаться все то, что я сегодня нахваливала. Это действительно очень-очень классные бюджетные находки и даже аналоги люкса. Также обязательно загляните на LadyMakeup.com.ua. Я уверена, что вам понравится их ассортимент. Я вам это гарантирую. У них есть очень много продукции NYX. Но я как-то больше хотела сосредоточиться на каких-то новых марках, на новых средствах, о которых, возможно, не так часто и не так много говорят, как хотелось бы. Потому что они заслуживают вашего внимания. Все. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.